Привет, вы с Аленой, и сегодня мы говорим с вами о застенчивости. Почему опасна вот эта самая застенчивость, которая очень есть у многих? И вот эта застенчивость не даёт возможности человеку пройти собеседование, сделать нужную работу, от чего-то отказаться. Знаете почему? Потому что человек застенчивый, он всегда слушает других и слушает, как лучше другим, а потом уже делает, что важно ему. И если действительно происходит вот такая вот вещь о постоянной основе, у человека перестают функционировать те интересы, которые есть у него. Почему сложнее застенчивым людям сделать то, что нужно им? Почему застенчивому человеку сложнее пройти, например, собеседование с HR? Почему так происходит, когда он приходит на разбор, и вот эти вот все моменты, которые влияют на то, как он говорит, как его оценивает рекрутер, и вообще оценивают. Это очень сильно заметно. Могу сказать одну самую вот такую простую вещь. Когда наблюдала, когда человек застенчивый, проходит собеседование на позицию топ-менеджера в IT-компании, и он говорит абсолютно такие вещи, которые недопустимы. У него очень много знаний, но из-за того, что он застенчивый, не может говорить о себе, эти все знания просто не могут быть применены. Другой бы человек, у которого меньше знаний в этой всей истории, но он умеет говорить лучше, он бы прошел. Поэтому вот эта история, когда у вас происходит с застенчивостью, просто старайтесь избегать ее. И еще один момент, который максимально влияет на проявление вот этой самой застенчивости. Например, мужчина встречается, общается с женщиной, и, соответственно, происходит опять какой-то ерундовый бред. В моменты тогда, когда он не уверен в себе. Поэтому это абсолютно невыгодная позиция.